Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире канала 16, передача «Актуальное интервью» и у нас в гостях Александр Самофал. Александр, я, честно говоря, путаюсь в названии твоей должности. Как она правильно называется? Начальник отдела социально-воспитательной работы Саровского физико-технического института НИАУ-МИФИ. Очень длинно, много, но тем не менее... Отдел ОСВР, можно сказать. Я тебя приветствую. Да, приветствую тоже. Давно не виделись. Давно, да. Александр, поговорим о твоей профессиональной деятельности. Давно ты у нас не был в студии, был даже соведущим у нас здесь. О работе в НИАУ-МИФИ, в филиале нынешнем, в Саровском физике-техе. Были твои коллеги, которые рассказывали о приемной кампании, об образовательном процессе. Но вот у тебя несколько другая стезя. Это социальная жизнь. Ну, внеучебная. Это внеучебная работа. Да, это то, что не связано непосредственно с учебным процессом. Но я думаю, что это наиболее интересная часть жизни студенчества. Потому что все мы знаем, студенчество это такое достаточно... Ну, все хорошо вспоминают, как они провели студенческие годы. Это вот именно твоя забота, да? Самые веселые студенческие годы, это вот как раз, наверное, внеучебные. Потому что, ну, может, и есть такие, которые весело проводят там и на парах как-то время. Но в основном, да, больше там, наверное, процент 90, это точно, что связано с неучебной именно деятельностью. Давай по-текущему. Вот на прошлом идеале прошли выпускные. Сколько людей выпустилось? Какие мероприятия по этому поводу состоялись? Ну, у нас было разделено выпускные на два мероприятия. Да, то есть это отдельно выпускное для магистров, которые вот уже прям молодые-молодые специалисты, да? Которых уже берут на работу, которые трудоустраивают, многих уже, там, чуть ли не с весны уже, да, идут анкеты, уже ждут их. Ребята, выпустилось у нас 114 магистров. И уже через день, буквально, ну, да, через день мы уже праздновали выпуск бакалавриата. Это те, кто отучились 4 года, да? Ну, если вдруг кто-то еще не понимает, да, как бакалавриат или магистратура. Ну, там та же самая история, диплом. Да, все то же самое, только это 4 года, магистратура уже потом 2 года, как бы уже. Полноценным специалистом выпускались. Бакалавриата 4 года, мы уже проводили тоже, выпустилось порядка около 90 студентов бакалавриата. То есть ребята готовы идти к нам дальше в магистратуру, продолжат свое обучение, чтобы потом уже стать полноценным сотрудником в российском федеральном едином центре. Ну, естественно, базовый ВУЗ, и, ну, чтобы все понимали, да, выпускники Саровского физтеха, ну, наверное, с вероятностью 100%. Не, ну, конечно, есть такие, которые там выбирают какую-то другую, ну, направление другой профессии, да, кто-то раскрылся, может, как бизнес, да, какой-то захотел открыть. Конечно, у каждого там свои желания, приоритеты потом в будущем, но так, да. Но по техническим специалистам 100%. По техническим, да, то есть их уже, да, ждут. Вот с точки зрения культурно-массовой, да, мероприятий, вот что под собой подразумевает выпускной, да, вот для магистров, благоуриатов, что готовилось, как прошло? Ну, это, естественно, мы арендовали помещение Центра культуры и досуга Российского федерального ветеринарного центра. Для них были оформлены фотозоны, да, это были, естественно, подготовлены мантии, да, которые в магистрах, то есть это конфедератки мантии, да, в которых они тоже могли пофотографироваться, там, побросать вверх, да, как есть один, ну, одни там из, так скажем, ну, обычаев, да, каких-то студенческих. Потом, естественно, это вручение на сцене, да, это вручали заведующие кафедрами, было выступление от администрации города, было выступление от Российского федерального ядерного центра в НИЭП, то есть приветствие, да, на пустыне слова будущего, уже там, естественно, и со сцены звучали, что мы вас ждем, буквально, прям, если там проходил, да, у нас выпускной во вторник, то уже говорили, что в среду-четверг уже ждем вас за документами. Короче, ждем на рабочем месте. Если не придется, да, чего прогуливать, ну, то есть уже тоже было, неоднократно они повторяют, что все студенты с РФТИ, ну, как еще раз повторю, да, у кого-то там свои какие-то, может быть, дела, кто-то в другой город может переезжать, они больше, по большей своей части трудоустроены в НИЭП, вот, естественно, вручения, ну, торжественные, да, на сцене, под каждым, про каждую группу рассказывают, да, что это за факультет, кто выпускался, да, кто-то там из выпускников стал докторами наук, да, то есть, ну, тоже какую-то информацию краткую подготавливали под каждую группу. Ну, и концертные номера, которые тоже предоставили нам цену культуры и досугу, чтобы как-то, скажем так, ну, понятно, что вручение от дипломов, от однообразия не уйдешь, да, то есть это вручение. Тут нельзя там их бросить вверх, да, и кто какой поймал, тут, естественно, каждого человека представить, да, это фотография, чтобы там на память, и чтобы, как бы, немного так разбавить, да, были определенные концертные номера. Ну, и у магистров было по итогам завершения это праздничный фуршет, где они могли пообщаться уже как коллеги своими заведующими кафедрами, ну, которые были заведующими, а сейчас полноценные коллеги. Сейчас уже коллеги, да, то есть как только они получили диплом, все, они уже друзья, можно сказать. Давай поговорим, может быть, о начале, да, как тут мы поговорили про конец студенческой жизни, да, поговорим про начало. Пока что свежо было, поэтому. Да, потому что вот сейчас, я так понимаю, уже активно идет прием документов, если еще не закончится. Нет, нет, еще идет. По-моему, если не ошибаюсь, еще неделю, полторы-две точно, и все. До 25 июля, по-моему, точно еще идет. Вот как твой отдел работает с точки зрения именно приема? Понятно, что там приемная комиссия, да, вот у них есть свой процесс, они занимаются приемом документов, оформлением и так далее. А вот твой отдел, его какая часть в этой работе? Ну, моя часть работы, это, наверное, предоставление волонтеров, которые будут работать с приемной комиссией, да, это те же студенты, которые смогут рассказать. То есть понятно, что всех там сотрудников, да, это не хватит, чтобы разговаривать, причем потоки звонков постоянные, поэтому есть ребята-студенты, которые специально там прошли какие-то курсы, обучились. Ну, не то, что курсы, там, кто-то по своему факультету, по своей кафедре, по своему направлению что-то знает, и вот он общается с студентами. А они сами этого захотели? Да, то есть это даже, ну, народ действительно набирается без вот такого, что ты, 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 иди, против своей воли кто-то пошел. Прямо просто объявляется даже набор, что, ребята, вот есть возможность там поработать приемной комиссии, помочь при лечении амбитуриентов, и, то есть, прям народ бежит готов в летнее, тем более время. То есть сами мотивированы на то, чтобы привлечь, рассказать, ответить на звонки, поработать, там, с подготовкой документов, например, кто пришел. Да, ну, то есть технически тоже, да, персоналом. То есть проконсультировать. Это как-то им очень часто? Плюс еще выездные, они еще есть на выездные. А, даже так? То есть, ну, в города, там, в Дивея упало вот эти вот, в Нижний Новгород. То есть, в принципе, наши студенты, в том числе, активно работают при влечении иногородних студентов. И как результат? Результат? Ну, вот, если брать прошлый год, да, который, то мы вообще, это был у нас рекорд приема, там, более 200. Это только первокурсников, бакалавриат. Еще там были, естественно, магистратура, которая, ну, в общем, идет в плане, конечно, мы учитываем. Но самый главный, конечно, приоритет у нас был тогда набрать первый курс, потому что там определенные показатели были назначены, и мы их даже перевыполнили, и даже был момент, что мы брали какие-то места у других филиалов и... То есть, они какую квоту, да, забирали у них, если они не добрали? Да, да, у них, например, если они, говорят, что там не добирали, да, мы брали в них квоту, брали себе и принимали студентов. То есть, в прошлом году это сработало эффективно. В этом, конечно, сейчас пока рановато говорить, но мы уверены, что тоже будет ажиотаж. То есть, в принципе, интерес есть к Саровскому фестивалю. Да, есть. Это хорошо. Это очень хорошо. Причем ребята приходят достаточно, как бы, ну, и умные, да, и творческие, и спортивные, да. Например, вот сейчас у нас уехал, да, строительный отряд на всероссийскую стройку Мирнатом. Это тоже двоя тема. Да, город Озерск. И если посмотреть по составу, который там обычно ездил, сейчас понятно, ну, магистры, у кого дипломы, да, они там остались в городе. То там из 11 человек, да, то это процентов 70, там уже первокурсники поехали. То есть, они сразу им понравились. Ну, это тоже добровольная тема, они сами приходят, хотят, говорят, хотим участвовать. То есть, они сами прошли отборы, да, их пригласили, они поехали. Вот надо руководителя этого стройотряда позвать, как вернуться. Все-таки, смотри, получается, ну, зал документы поступил в ВУЗ, место там, может быть, даже бюджет, да, то есть, все, как бы баллов хватило. Что ожидает студента в Саровском физтехе? Давай, вообразим иногороднего, да. То есть, вот что его ждет вот 1 сентября, ну, может быть, даже за неделю до 1 сентября, да, как он, что социального, да, что, может быть, культ массового, что он может ожидать от нашего института? Ну, если это за неделю брать, то это, естественно, расселение в общежитии, да, в нашем новом, которое достаточно огромное, можно сказать, да. Достаточно огромное? Ну, то есть, ну, на 330 мест, да, но поэтому, как бы, много иногородних студентов там находится, и первые, наверное, вот недели, это, естественно, расселение, да, чтобы пока они приехали. Какова реакция иногородних студентов, когда они видят впервые это общежитие? Ну, потому что довольно, разговаривают там они со своими родителями, да, потому что родители, когда говорят, вот мы в свое время там жили, там ни тумбочек не было, там ни холодильников, ничего, то есть, сами все сделали, покупали. Здесь, естественно, каждый блок оборудован. И кухней, да, то есть, и холодильником, и тумбочки у всех, и балконы, то есть, даже выход из комнаты. Поэтому спортивный зал обустроен. Даже если на некоторых этажах, это, естественно, настольный теннис можно поиграть. На каждом этаже есть комната отдыха, да, где можно позаниматься, поиграть, там, в приставку, в настольные игры. Даже так? Да. Даже приставки есть? Да, ну, ребят, не мы, конечно, покупаем, но ребят свою это, да, привозят, то есть, есть такие ребята, которые готовы там поделиться. Ну, то есть... Ну, в общем, живут дружно. То есть, реакция от общежития наиболее позитивная. Ну, да, восторг. То есть, она вдохнула новую жизнь вообще. Вот это, да, действительно, может быть, это главный был фактор, что привлечение вот такого большого количества абитуриентов. То есть, постройка именно нового общежития. Хорошо. По мероприятиям. Ведь мы знаем традиционную, проходит день первака. Это такое. Ну, начнем с того, что сейчас, слава богу, закончилась пандемия, да, потому что до этого, как бы, нельзя было, да, большими скоплениями. А, естественно, если мы понимаем, если мы участвуем в день первокурсника, то это минимум, как, ну, человек 150 точно. То есть, это с учетом самих первокурсников, там, сотрудников, друзья, там, друзья друзей, да, которым приходят поддержать. Поэтому мы не могли проводить его именно в очном формате, как мы это привыкли. Надеемся, в этом году все получится. Но мы в этом году немножечко сделали первокурсников модификацию дня первокурсника, растянув его на год. То есть, назвали его таким названием «Битва групп». То есть, ну, как бы, день первокурсника, они показывают, ну, естественно, свои номера, да, как это, там, традиционно было, какие-то номера, там, выступления от объединенных соединенных обучающихся. А группы-то, я так понимаю, факультетских или как? Вот именно, нет, битва, каждый групп, то есть, например, у нас 10 групп, да, с разных факультетов, вот между собой они соревновались, кто лучше. То есть, было 5 этапов проведено. Первый этап – это была видеовизитка, каждый групп показывал свою визитку. Был спортивный этап, где тоже определенные баллы они зарабатывали. А общий этап – это в процессе года, это участие в каких-либо мероприятиях, да, если группа активно принимает участие, там дополнительные баллы ей давали. Был фото-квест по городу, то есть, особенно, наверное, больше понравился это иногородним студентам, да, которые… То есть, позволил им погрузиться в город. Причем, да, ну, они, я так понимаю, они участвовали не вот в плане разгадок, да, вот этого фото-квеста, но им было интересно, как городские, находясь в этой команде, что это там-то, там-то, и они, то есть, вот этими маршрутами, да, уже больше такая небольшая… Слушай, ну, это вообще классная история, получается, такое сплочение нового коллектива, да, то есть, новой группы, где перемешанные местные и иногородние, и они вот через эту историю… Для полкоманды, там, грубо говоря, экскурсия, да, а для других это… А другие экскурсоводы. А другие экскурсоводы. И интересно, что где же я это видел, где-то, 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 а вот очень старый район, там, на это поехали, там, побежали туда. Да, то есть, вы же там раздали фотографии, и они поехали это место искать. Да, то есть, это определенная точка в месте, что нужно просто сделать, повторить эту часть вот этой фотографии, ну, то есть, уже общей. То есть, там какой-нибудь кусочек, да, нужно, там, с этого же места сделать, и вот. Ну, и пятый этап, это был финальный, мы проводили у себя в институте, в актовом зале, это уже творческие номера от каждой группы, где было уже жюри, и присуждали там определенный балл. И победители уже, главный победитель это, поехал, выиграл путевку в Казань. Вся группа? Вся группа, да. То есть, ну… То есть, есть за что побороться? Да, есть. То есть, ну, действительно… А сколько по срокам этот процесс задлился? Это, я говорю, ну, в течение года. А, так это, получается, не просто день первака, а это год первака, фактически. Да, то есть, мы вот так вот получились, говорю, потому что, так как мы, ну, в 21-м еще осенью не особо где-то что-то можно было проводить, там, да, мы день знаний провели, и то были какие-то, ну, скажем так, шероховатости в плане того, что вроде много народу, там, расстояние, маски, да, и поэтому у нас, там, мы тоже заказывали, там, ДК, да, арендовали. Ну, слушай, это замечательная история. Жалко, у меня такого не было. Ну, мы думаем даже, что в этом году уже сделать един первокурсника отдельный, его как бы уже вводным в битву групп, то есть, вот, первоначально, да, как, ну, такая, это, затравочка, и дальше опять так же по этапам. А, ну, и интеллектуальный еще этап, вот, забыл еще сказать. Действительно. То есть, они еще интеллектуальные, ну, там, что, где, когда, своя игра тоже соревновались в группу между собой. Ну, то есть, это такой элемент, с одной стороны, интеллектуальных игр, с другой стороны, квестов на территории, с третьей стороны, КВН немножко, да, сюда примешиваю, ну, как бы, условно, типа. Да, да, если итоговые, да, мероприятия, смотрите, которые творческие, да, там тоже были какие-то номера такие, ну, с юмором, естественно, задействованы. То есть, как это обычно бывает, что какая-то группа там в спорте, да, хорошо, какой-то там в творчестве, хорошо, кто-то интеллектуальный. И вот они, грубо говоря, так вот, щелкали друг с другом между собой. То есть, можно было даже чуть ли не, ну, не то, что в прямом эфире, но после каждого этапа смотреть, кто как поднялся и кого, какие шансы на победу. Ну, получается так, что это то, что касается первокурсников. Расскажи, пожалуйста, в целом, если, найдет ли студент себя в Саровском физтехе, вот, ну, с точки зрения, может быть, не учебы, да, учебы, понятно, он пришел в институт получать знания. А с точки зрения культурной, там, участия в творческой, в своеводительности, в спорте, может быть, в какой-то параллельности, я не знаю, там, журналистики, даже нет факультета журналистики, по идее. Но есть медицентр, который может, вот, опять-таки этим заниматься. То есть, в нашем ВУЗе сделаны, ну, созданы, скажем так, все условия, да, для того, чтобы заниматься различными направлениями, будь то, там, наукой, да, ты можешь прийти заниматься научной, исследовательской какой-то работой. Спортивные, да, то есть, мы ребятам предлагаем тот перечень, да, спортивных клубов, там, спортивных секций, которые мы уже на данный момент задействованы, да, там, это, скажем, хоккей, это волейбол, это футбол, это баскетбол, ну, и те, которые проходят у нас, ну, которые командные, объектов, которых у нас нет, ну, где мы арендуем, например, да, нам предоставляет город, в том числе и Российский федеральный ядерный центр, и который приходит на нашу территорию. Это настольный теннис, там, по арморестлингу, тренажерный зал, то есть, это то, что действует, как бы, вот, в течение года. Пожалуйста, там, записывайся, да, скажем, куда, во сколько, какие тренировки. Если это человек, к которому люди приходят, например, мы хотим создать команду, не знаю, там, по страйкболу, ну, там, пример, там, не знаю, по дартсу мы хотим заниматься. То есть, если мы рассмотрим возможности, варианты какие-то, не знаю, мы привлечем специалистов, тоже узнаем, кто этим занимается, либо, может, к нам приходит кандидат, мастера спорта, да, который сам может, например, ребяту чему-то обучить. То есть, мы дадим эти все условия, пожалуйста, там найдем место, время, и, пожалуйста, занимайтесь, как бы, этим никто запрещать не будет. Так же в любой творческой деятельности. Там, мы пришли, мы хотим создать команду КВН, пожалуйста, вот вам актовый зал, вот вам время для репетиции, вот вам аудитория, где вы можете написать, там, шутки, да, чтобы там пообсуждать, пожалуйста, приходите. То есть, запретов нет, ну, естественно, все в позитивную субкультуру, ну, так, ну, скажем. Ну, понятно, да, то есть, не это самое. Да, никаких. Не разложение, чтобы не было. Да, да, естественно, все в таком формате. И ребята, то есть, например, был там «Что, где, когда», да, у нас там клуб, то есть, все время он существовал, ребята приходили. И тут ребята приходят, сейчас они уже закончили второй курс, с идеей, что, типа, вот мы хотим создать клуб не только по, ну, не «Что, где, когда», а вообще, в принципе, по интеллектуальным играм и настольным. То есть, они объединили, то есть, у них сейчас клуб интеллектуальных настольных игр есть, то есть, они по субботам собираются в настольные игры, играют в институте. То есть там большие, разные, кто-то свои приносит, да, что-то у нас уже свое есть. То есть буквально до 40 человек в субботу готовы прийти там в актовом зале заниматься. То есть это шашки, шахматы или... Нет, не шашки, это вот иммунженариум, то есть вот в плане таких настольных игр. То есть там Уна, ну там мальчики. Ну вот, то есть там у них очень сложно бывать такие названия, да, ну и там Подземелье дракон даже приносили, там играли они между собой. В сериалах-то, наверное, уже точно слышал про такое. Нет, нет, нет. Ну вот настольные... Слушай, я чувствую себя профаном. Ну и интеллектуальные игры, это, то есть помимо того, что это что, где, когда, это там своя игра, ну всякие квизы, да, в этом направлении. И они прямо этим занимаются сами. То есть то, что им надо, это, например, помещение, зал. То есть ваша задача только, ну вот, дай возможность, не ограничивай, пускай занимаешься, чем хотят. Нет, ну есть такие, которые мы готовы, но нам бы вот кого-нибудь там, что бы за нами следил, там, покурировал какой-то, то тоже можно найти, там, если вот по КВН, да, то я там к ребятам могу в какой-то момент прийти. По хоккей, понятно, им тренер нужен. Саровский физтех организовал команду спортивную по хоккей. С 2019 года, с осени 2019 года. Ну вот и второе место в области, среди университетов и институтов областных. И плюс четыре игрока, именно вот студенты СРФТИ, они еще и выиграли, ну, высшую лигу. Высшую лигу Нижневерской области. Ну да, они у нас здесь и были, и был тренер Кулебакин Сергей Витальевич. Ну, я скажу так, что, я, конечно, еще раз упомяну хоккей, что, в принципе, это сборная города Сарова играла между собой в студенческой лиге. Да, да, это так и было. То есть, если вот финал мы брать, да, Княгинина и Саров, то, ну, сами прекрасно понимаем. Там Саров на Саров. Кто знает, за кого болеть. Да, Саров-Саров два. Вот с твоей точки зрения, как вот руководитель этого отдела, который, в принципе, курирует, да, всю эту работу, как это отражается на учебе? Вот есть в этом позитивный смысл? Я, наверное, скажу, что вообще это, ну, как вот обычно говорят, что там сначала ты работаешь на зачетку, да, потом зачетка на тебя. То есть, и, наверное, и вот в этой деятельности, да, в неучебной, ну, были там и тому яркие примеры, что сначала понятно, там, ну, кто-то тяжело может совмещать, да, эту культурную массовую, там, какую-то неучебную деятельность. Но, тем не менее, когда там первый курс, второй курс, да, и вот это вот то, что, скажем так, наработка связи происходит, да, каких-то определенных, то есть, это новые встречи с какими-то лицами. Это не то, что ты пришел в институт, там, поучился домой, да, поучился домой, как работа-дом, работа-дом, только здесь учеба-дом. То здесь ребята находят какие-то новые знакомства, которые в будущем, да, могут помочь. То есть, то портфолио, которое они нарабатывают во время этой деятельности, оно поможет в будущем. Ну, если, ну, я так думаю, что если взять... Опять же, найти, возможно, место для практики. Ну, да. То есть, я к тому, что если они возьмут, там, например, Иванов Иванович, там, отличник, молодец, и там Петров Петрович, да, отличник, молодец, но еще и перечень, то есть, например, там, лучший студент года, лучший, там, еще что-то, там, благодарность, там, Министерству образования, там, за волонтерскую деятельность, ну, какие-то все равно они награды тоже в течение года получают. Я думаю, что работодатель, наверное, возьмет его на работу. То есть, некий конкурс возможен здесь? Ну, возможно, естественно, но я, конечно, него там заставляю, что обязательно бросайте учебу и бегите. Естественно, это все должно быть на добровольной форме, потому что нельзя. В первую очередь, все-таки, это учеба. Тем более, это физико-технический институт, наверное, нагрузка еще больше, да, потому что бывают домашние задания, когда действительно ты понимаешь, что я не могу, мне нужно делать домашние задания, там, на следующий день много, поэтому... Это банально лабораторное впереди, да, это должно готовиться. Ну, да, ну, обратно, там, колокольм, да, какие-то подготовки, там, каким-то семинарам, естественно, они не могут. У кого есть возможность, они приходят, поэтому на первом месте всегда будет учеба. Но по возможности, конечно же, вот мы приглашаем ребят, чтобы они принимали участие, чтобы они посмотрели, что еще может быть в городе, да, чтобы не где-то не закрываться себе и сидеть там, чистая дума, ну, пришел, единственное, там, как-то себя расслабить, там, за компьютером еще сидеть, поиграть. Естественно, здесь больше такое мероприятие, где можно отвлечься, там, просто размышлять, да, написать те же проекты, да, социальные направления, которые, в принципе, наше правительство, там, поддерживает всячески любыми грантами. Хорошо же выиграть грант, да, и реализовать, и потом говорить, что это вот мой проект, там, мое какое-то детище. Шуш, Александр, спасибо большое, что пришел, рассказал нам про культурную, спортивную, социальную жизнь нашего Саровского физтеха. Было очень интересно. Такого в мое время не было. Ну, не, вообще... Ну, или, может быть, времена не те были. Если так рассуждать о планах, конечно, там много этих задумок каких-то, и написаний проектов, и тех же фестивалей интеллектуальных игр провести в городе. То есть, именно тоже по различным направлениям, и среди рабочей молодежи, среди студентов, и среди школьников отдельно. И киберспортивно вернуться к турниру провести киберспортивные. То есть, мы проводили в пандемии его, да, потом... Ну, получилось так, что люди, которые ответствуют, немного... Ну, плюс диплом, ну, был это там диплом, на кого-то работы были, поэтому немножечко так... Не то, что не притормозили, а так, но немножечко продлили это, проведение попозже. Потому что был даже разговор с молодежью комиссии в НЕФ, о проведении как бы общего такого пилотного мероприятия на нашей базе. По игре... Ну, пока что Контур-Страйк был. Пока что. Да. Ну, то есть, естественно, там можно расширять спектр. А так и даже были идеи у ребят, и это проведение... То есть, если есть общий городской выпускной, да, и школьников, то почему бы как бы не попробовать... Общий городской выпускной студентов? Ну, да, как бы у нас же на территории, например, еще есть там СУЗа, да, который определен на город. Почему бы... Естественно, там мы можем каждое отдельное там вручение дипломов, но что-то вот такую, какую-то финальную точку может быть летом. И почему бы среди всех студентов это не сделать? То есть, ну, мысли разные, только главное их перевести, скажем, на бумагу и уже потом реализовать. Ну что ж, удачи тебе в твоей работе, в важной работе. Я считаю, что студенческая жизнь, она вот без вот этой части, это не студенческая жизнь, потому что от учебы порой можно сойти и с ума. Что ж, Саш, спасибо, удачи еще раз и до новых встреч, друзья, увидимся с вами через неделю. Все, спасибо, что пригласили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok